Все дело в победе. Если ты действительно хочешь победы, то заполучишь ее. Я всегда полон агрессивности, готов к бою и нацелен на победу. Парни могут не заходить и выходить туда, потому что понимаю, что попадут в настоящий сложный поединок. В этом бою я нацелен скорее на избиение и доминирование. Вместо того, чтобы просто победить, я постараюсь нокаутировать его. В полутяжелом дивизионе я чувствую себя одним из лучших, чувствую себя претендентом на пояс. Сейчас на моем пути стоит один парень, мне нужно побить Фила Дэвиса. Я являюсь лучшим грэпплером за всю историю полутяжелого дивизиона UFC. Все просто. Я готов показать всем, что это я являюсь следующим претендентом на титул. У меня просто есть все необходимое, чтобы выиграть титул. Думаю, что я обладаю навыками, чтобы побить любого в моем весе. Я быстрее, я лучше, я резче. Моя техника лучше, я точнее. Мой футворк лучше. Настоящие воины не болтают. Они просто выходят и делают свое дело. Это будет бой года. 24 января Октагон покажет себя с лучшим кардом UFC, который Европа когда-либо видела. В шведском Стокгольме пройдет второй в истории ивент UFC на стадионе. И это будет горячо ожидаемый Файт Найт в прямом эфире на Фокс. В невероятном пятираундовом главном бою вечера выступит местный герой Александр Густавсон. Почти двухметровый агрессивный истязатель, который в 2013 году почти сверг с трона лучшего в мире бойца в невесовых категориях. В одном из величайших боев UFC за все времена. Джона Джонса бросили на землю впервые в его карьере. И теперь он, похоже, в одном бою от реванша с Джоном Джонсом. Но сперва шведу придется пройти устрашающего ударника Энтони Рамбл Джонсона. Который в случае добавления еще одной победы в свою доминирующую серию из восьми хочет украсть возможность побороться за титул у Густавсона. В знаковом ко-мейн-ивенте легендарный Дэн Хендерсон с борьбой олимпийского уровня и уничтожающей правой рукой, который уже подтверждал свой статус одного из величайших бойцов в этом спорте, выходит на бой против Гегарда Мусаси, чьи навыки удушающих и динамичная ударка уже давно делают его одним из самых страшных противников. И в третьем звездном бою впервые сойдутся в битве элитные топовые бойцы UFC. Чемпион первого дивизиона NCAA борец Фил Дэвидс собирается в очередной раз показать свой атакующий стиль, который практически невозможно остановить. Против вновь набирающего обороты победителя Ultimate Fighter Райана Бейдер, арсенал которого позволил ему выиграть уже три боя подряд. Для каждого бойца важность подготовки к бою становится еще выше, так как на кон поставлен статус претендента на титул чемпиона. Их дорога к UFC Fight Night начинается. За два месяца до его горячо ожидаемого поединка за статус главного претендента против Энтони Джонсона, Александр Густавсон посетил бойцовскую столицу мира, где собрались крупнейшие звезды UFC для того, чтобы анонсировать сногсшибательные бои 2015 года. Я дерусь, потому что я хорош в этом. Я люблю испытания, я люблю соревноваться. Просто я верю, что я боец и рожден, чтобы биться. Это спорт, в котором у тебя нет возможности и времени для поражений, потому что тогда тебе придется все начинать заново. Как дела? Привет, рад видеть тебя. Что ты думаешь о бое с Джонсоном? Это отличная возможность проверить свои силы. Он очень, типа очень сильный парень, но только в первых раундах. Да, он явно сбавляет обороты по ходу боя. Короче, если будешь в отличной форме, у него нет вариантов побить тебя. Рад видеть тебя, мужик, я тебя тоже. У меня нет времени думать о том, что произошло или могло бы произойти. Сейчас все мои мысли об Энтони Джонсоне и только. Мы рады собраться здесь вместе с топовыми звездами в истории UFC для того, чтобы представить вам планы на 2015 год. Всем доброе утро, здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня, мы признателен вам за это. Что вы думаете о вашем следующем бое? Вы волнуетесь об этом? Я прекрасно себя чувствую и с нетерпением жду поединка. Он отлично показал себя в нашем дивизионе, так что жду, не дождусь боя с ним. Я получил то, что просил, хотел в бой с Гусем, и вот мой самый большой вызов прямо передо мной. Так что все мое внимание и энергия сосредоточены на нем. Прекрасно будет увидеть двух топовых полутяжей в бою друг против друга. Думаю, это феноменальный матч-ап, который я с нетерпением жду. Для Густавсона тренировочный лагерь начинается буквально на другом конце света, после жары пустыни, когда он возвращается в город, который выкол из него бойца, которым он является сегодня. Ребенком я в действительности не знал, кем хочу стать, но я уж точно не мог поверить, что когда-то буду драться в UFC. В юности Густавсон увлекся боксом, и бокс открыл его талант. Теперь же, с почти двухметровым ростом, невероятным размахом рук и сверхъестественным таймингом, он, безусловно, один из лучших финишеров в смешанных единоборствах. Каждый из его десяти нокаутов является подтверждением его сногсшибательной силы, которой он обладает. В своем последнем появлении в октагоне швед убрал до этого непобежденного восходящего претендента. Еще раз подтвердил свой статус самой большой угрозой чемпиону Джона Джонсу. Ведь 15 месяцев назад Густавсон почти сверг с трона чемпиона полутяжелого веса в легендарном поединке. Оба бойца перенимали инициативу в бою на протяжении всех пяти раундов. На мой взгляд, я победил в бою против Джона Джонса, но дело дошло до судей, я проиграл. Я принял это решение сейчас, но было тяжко. Я спортсмен, и я занимаюсь этим, потому что хочу быть лучшим, так что я не рад и не горжусь этим. Когда я говорю сейчас, это значит сейчас, а не через секунду после моих слов. Сейчас значит сейчас. Если он и мог проиграть, то это был лучший путь для этого. Думаю, Алекс вырос как боец, ведь он никогда не дрался пять раундов. Он выучил то, что нужно драться до конца, до самой последней минуты боя. Я верю, что сегодня я уже лучше как боец. Сейчас я уже знаю, что нужно для того, чтобы быть таким бойцом. Я хочу побить Антони Джонсона, хочу получить шанс подраться с Джоном Джонсом еще раз, и на этот раз прикончить его. В жизни лучшего бойца Швеции, после поражения Джонсу, случилась потеря, которая нанесла ему еще больше ущерб. Я многое узнал о себе за этот последний год. Мой отец ушел из жизни. Это был тяжелый удар прямо в челюсть. Для меня это было тяжелое время, он был великим человеком. В тот момент, в течение нескольких дней, я был подавлен. Просто усиленно тренировался. Затем я должен был драться за титул и травмировался. Давай! Поплыл! Это был тяжелый год для Алекса, но он чемпион, и он пробьется через это. На расстоянии океана от Густавсона, его соперник начинает свой тяжелый тренировочный день с принятия вызова. Я обожаю это чувство соревновательности. Другие люди делают это ради день, и кто-то делает это ради славы. Я же делаю это, потому что люблю это, и просто потому что я в этом хорош. Его часто описывают как одного из самых физически одаренных бойцов, который когда-либо выходил в антагон. Энтони Джонсон обладает одним из самых ярких списков досрочных побед. От его нокаутов хэдкиками до знакового граунд-энд-паунда. Джонсон несет за собой разрушение через всю землю смешанных единоборств. Ранее в своей карьере он был известен как Гром и показывал свой потенциал мирового уровня в более легких дивизионах. Но ценой постоянных перевесов стало его увольнение из UFC. Теперь он вернулся, и выступая в полутяжелом дивизионе, доказывает, что его невозможно остановить. Когда я выступал в ней UFC, я смотрел на всех этих парней, весит 205 фунтов, смотрел их бои и думал, блин, да я бы размазал этого парня. Я знал, что могу побить половину парней полутяжелого дивизиона, так что я просто ждал своего момента, чтобы вернуться и делать свое дело. И с того дня я решил полностью посвятить себя этому. Начал выкладываться еще больше, окружил себя еще лучшими тренировочными партнерами. Одним из давних сокомандников Энтони Джонсона является Рошад Эванс, бывший чемпион UFC полутяжелого веса. Этот статус он заслужил, одержав победу над одними из лучших бойцов всех времен. И теперь он помогает Джонсону сделать то же самое. Иногда быть неопытным только на руку. Он борется очень хорошо, и бьет он тоже очень хорошо. Помимо этого он крайне нестандартный боец. Рошад определенно мотивирует меня. Когда я вижу, как он заходит в зал, я знаю, что это будет отличная тренировка. Энтони обладает этой необузнанной силой. С его скоростью очень сложно совладать. И вам не понять, насколько он быстрый, пока вы не поспарингуете с ним. На каждый мой удар он отвечает захватом и броском. Слова поддержки от него, а также советы относительно боя. Все это невероятно помогает мне. Эванс не единственный специальный компонент подготовки Джонсона. Чтобы совладать с размерами и длиной Александра Густавсона, он пригласил еще более высокого спарринг-партнера. Я пригласил Колина из-за того, насколько длинноруким и высоким является гусь. Колин ростом более двух метров, а гусь почти на 10 сантиметров ниже. Я должен помочь АйДжею совладать с Ричем и размерами Александра Густавсона. Если я смогу реализовать свои навыки против кого-нибудь двухметрового вроде Колина, то в бою с гусем его размеры не будут играть такую важную роль. У Энтони отличная стойка, увесистые хуки. Если он сможет совладать с Ричем Аликса, то определенно доставит ему проблем. Я привел Колина специально для подготовки к этому бою, и я рассчитываю на это. В редкие дни передышек Александр Густавсон выезжает за горы, чтобы поработать над другим видом мишеней. Это мое ружье. Когда я не тренируюсь, я хочу отключиться от подготовки. Не хочу говорить о тренировках, стараюсь максимально возможно оградить себя от этого. Это помогает мне расслабиться и подумать о чем-то новом, чем-то ином. Скорее всего, вот эти три попадания мои, а остальные парни расстреляли молоко вокруг. Вот что мы делаем вне тренировок. Моя мотивация — это стать чемпионом мира. Все дело в победе. Если ты действительно хочешь победы, то обязательно заполучишь ее. Энтони Джонсон — очень опасный боец, так как он обладает мочью. Он очень атлетичный парень, так что он очень опасный противник. Но я думаю, что мой стиль единственный в своем роде. Я думаю, что никто в моем дивизионе не обладает тем же, что и я. Мой стиль — это личный криптонит для Энтони Джонсона. Я знаю, что победа будет за мной. Возможно, в первом раунде, возможно, решением, кто знает. В конце концов, не его, а моя рука будет поднята вверх. Почти восьмью тысячами километров на запад. Энтони Джонсон и его близкий круг из команды Black Zillions собрались вместе, но не в зале. Мы собрались вместе и отправились в гейм-зону, чтобы развеяться и повеселиться. Мы тренируемся на полную и всерьез, но мы не отдаем этому всю свою жизнь. Мы по-прежнему тусим и веселимся. Просто стараемся развеиваться и не заниматься этим 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это я и делаю, детка, разрушая мечты людей. Настоящие воины не болтают. Они просто выходят и делают свое дело. Вы не услышите трэш-штока из моих уст, так же, как и от Алекса. Нам это не нужно, потому что фанаты и так знают, что они увидят. Еще разок. Хорошо, меняйся. Я чувствую, что каждая часть меня стала лучше. Я не думаю, что кто-то может делать все, что я делал лучше меня. Если честно, у меня есть все необходимое, чтобы выиграть титул. Думаю, что я обладаю навыками, чтобы побить любого. Думаю, что я делаю. Я говорю, что хочу испытать себя, так вот, мое испытание будет прямо передо мной 24 января. С 1970-го один из коренных жителей Калифорнии идет по пути к величию практически каждый день своей жизни. Я родился и вырос в Южной Калифорнии и до сих пор живу здесь. Пока я рос, я отлично проводил время, веселился, но здесь не так уж много, чем можно заняться, кроме как стать лучшим в борьбе. Дэн Хендерсон дважды представлял свою страну на Олимпийских играх. Он построил свою карьеру, достойную зала славы, контролируя своих соперников, а затем высвобождая самую устрашающую правую руку в смешанных единоборствах. Чемпион разных весовых категорий в других организациях. Легендарный боец вернется в среднюю весовую UFC, в которой он прежде дрался за титул чемпиона. Он сделает еще один забег за поясом, который станет вишенкой на торте его невероятной карьеры. Карьеры, которая включает в себя одни из самых запоминающихся боев в истории этого спорта. Это был путь к залу славы, который стал возможным благодаря его первому тренеру по борьбе и самому влиятельному наставнику, его отцу. Это школьная команда штата Дэна 1979 года, из высшей школы Виктор Валли. Он победил в национальном юношеском чемпионате по обоим дисциплинам. И тогда он и начал верить в себя. Наверное, это была отправная точка, потому что после этого он шел только вверх. Из победителя юношеского чемпионата он быстро и яростно вырос. И в конце концов, Хендерсону выпала честь представлять Америку на двух Олимпийских играх. Это всегда было моей целью, стать чемпионом Олимпийских игр. Само собой, у меня это не получилось, но я бы ни за что не променял этот невероятный Олимпийский опыт. Я знаю, что без борьбы я бы не достиг и половины того, чего я достиг в этом спорте. Из комнаты полный наград в здание для подготовки бойцов ММА. Несмотря на свой статус суперзвезды, Хендерсон тренирует точно так же, как и его отец делал это до него. Пока ты занимаешься борьбой, ты получаешь очень много в ментальном плане. Дисциплина, самодача и просто моральная устойчивость. Борцы знамениты всем этим. Я занимаюсь борьбой уже где-то 7 лет. Борьба учит меня никогда не сдаваться. Наверное, он заставляет меня работать больше других детей. Твои ноги чересчур прямые. Тебе надо немного присесть, чтобы ты мог двигаться. Тебе надо делать так и держать спину. Родители всегда заставляют своих детей работать чуть усерднее. Мой отец очень заводной, крепкий и настоящий трудоголик. Все это определенно передалось и мне. От этого я ценю то, что он сделал еще больше. К своему горячо ожидаемому возвращению в средний вес, Хендерсон позвал одного из топовых представителей дивизиона поспаринговать с ним. Дружище, бывший чемпион Страйк Форса и одна из величайших звезд UFC, Люк Рокхолд. Так каков план на сегодня? Чем займемся? Маленькие перчатки, но не маленькие парни. Ладно, поехали. Я приехал помочь Дэну в подготовке. Он попросил меня об этом, так что я стараюсь просто быть хорошим другом. Давай, Дэн. Ты что там, отдыхаешь перед спаррингом со мной или как? Тебе нужно пройти его джеб, Дэн. Пройти ему в ноги. Заставь его думать о своей правой и проходи в ноги. Не переставай кидать обманочки. Люк длинный, у него отличные прямые удары и джебы. А также он любит бить ногами. Все это Геггард также делает прекрасно. У Люка борцовская база, так что его тяжело повалить. И это то, в чем я хочу быть уверенным в этом бою, если мне это понадобится. Если я не смогу попасть своими ударами, я хочу быть уверен, что смогу положить его на лопатки. Всегда нужно опасаться парней, которых не сломить. Парней, которые полны этой воли к победе. Всегда стоит опасаться таких. А в случае с Дэном еще и его мощи. Если он попадет одним из своих ударов, то это будет не самая лучшая ночка для тебя. Более 8000 километров на восток, в землях, известных своими мельницами и ручьями, один из лучших бойцов Голландии готовится стать легендой. С мощнейшей базой голландского кикбокса, в свои 29 лет Гегард Мусаси уже успел заработать 35 побед, 30 из которых были досрочными. Являясь чемпионом, выступая в Strikeforce, Мусаси ожидал бесперебойный успех в UFC, вплоть до тяжелого поражения решением от топового претендента, который разрушил его мечты о чемпионстве. Мечты, которые он все же решительно настроен реализовать. Мотивация — это самая важная вещь. Я только что вернулся к исходной точке. Так что сейчас самое время действовать. Моя цель — больше не терять время впустую. Я сфокусирован на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше как боец. Для Мусаси рецептом стать лучше является бесконечная работа в зале, невероятная дисциплина и поддержка друга бойца — его брата. Я делаю все со своим братом. Он занимается всеми разговорами, менеджментом, буквально всем. Я же сосредоточен только на тренировках. У меня хороший брат. Вообще, он мне брат по матери. Мы никогда не ссорились по какому-либо поводу. Он знает ММА, но он намного лучше на земле, нежели в стойке. Очень важно иметь его в моем углу. Я доверяю ему на 100%. Он всегда там, чтобы помочь мне, несмотря ни на что. Для семьи Мусаси бежать из Ирана, покинув свою родину, более 20 лет назад было непростым решением. Но это был путь, который они выбрали вместе. Нам пришлось покинуть Иран, просто потому, что мы хотели лучшей жизни. Можно сказать, свободы. Мы покинули страну во время войны между Ираном и Ираком. Детьми мы хотели покинуть Иран, но мы не были желанными гостями в Голландии. Нам не выдавали голландские паспорта 8 лет. Так что представьте, как вы живете здесь, не зная, останетесь или нет, на протяжении 8 долгих лет. Так что это было тяжелое время, особенно для моих родителей. Но не для меня. Я просто ходил здесь в школу, и все пролетело быстро. Путь Мусаси к величию начался с человека, который вкусил это величие. Одного из лучших борцов, которого только знала Голландия. Бывшего национального чемпиона Берта Копса. Копс возложил на себя миссию сделать из Мусаси чемпиона смешанных единоборств. И вместе им это удалось. Я знаю Гегорда с 5 лет. Когда он начал ходить здесь в школу, я уже знал его. Так что уже очень давно. Он как губка, чтобы ты не показал ему. Он старается этому научиться, и через несколько минут у него уже это получается. Его стиль крутится вокруг его нокаутирующей мощи. Он использует свой хук, чтобы сократить дистанцию. Он хочет быть лучшим в мире. Он думает, что он уже лучший в мире. В 2015-м я хочу показывать только доминирующие выступления. Для всего мира он легенда UFC. Но дома Дэн Хендерсон известен просто как папочка для своих четверых детей, включая 14-летнего сына Риса и приемной дочери Софии, которая только исполнилась 10. У меня обычные дети, которые занимаются обычными вещами. Я же просто наблюдаю, как они растут, и стараюсь не вмешиваться чересчур много. Я обычный парень. Дэн – невероятно внимательный отец. Он всегда рядом. Не важно, если он тренировался весь день, и он устал. Все равно он находит время для совместного времяпрепровождения. Это одна из вещей, которая привела меня к нему. Я принес жертвы в пользу ММА. Особенно когда росли мои дети, спорт также развивался. Я был весь в нем, помогая ему расти. Достаточно много путешествовал, и по этой причине пропустил много времени без своих детей. Времени, которые уже не вернешь. Последние несколько лет я дал себе установку принимать больше участия. Это дает свои плоды, которые я бы не променял ни на что в мире. Думаю, единственное, чего я не добился в этом спорте – это пояс UFC. Я выиграл турнир UFC еще до того, как там появились пояса, но именно пояс я пока не заполучил. Этот пояс достаточно близко, чтобы взять его, но определенно мне придется пройти два или три человека, чтобы добраться до него. Я все еще достаточно уверен в том, что могу достичь своих целей. Я всегда полон агрессивности и готов к бою, и нацелен на победу. Я не умею сдаваться. Парни могут не захотеть выходить туда, потому что понимают, что попадут в настоящий сложный поединок, и их могут нокаутировать. Новые приходящие бойцы хороши и крепки, но они не бесподобны в каком-либо аспекте. Мусаси – это просто хороший, всесторонне развитый боец. Он хороший ударник, хорошие колени, хорошие удары ногами, но у меня определенно больше мощи, чем у него. Моей задачей будет драться в моем стиле, а не его, и не давать ему спуску. Надеюсь, у меня получится попасть своей правой или левым хуком, чтобы нокаутировать его. Если же нет, я просто повалю его и выбью из него все дерьмо. Бой с Дэном Хендерсоном – это бой с настоящей легендой. Победа над ним будет очень много значить для меня. Я знаю, что я буду готов в 10 раз лучше, чем в последнем бою. Если я отдам всего себя, я знаю, что могу побить его. Я знаю, что могу побить любого в среднем весе. Все дело в том, чтобы просто пойти туда и сделать это, выложиться на полную. В этом бою я нацелен скорее на избиение и доминирование. Вместо того, чтобы просто победить, я постараюсь нокаутировать его. Вот почему я чувствую себя намного лучше, выходя на этот бой. Я просто буду драться. Я думаю, Дэн – идеальный соперник для этого. Один из самых жарких городов Америки является домом для бойца, который зовет себя «Мистер Чудесный». И это только начало. Бойцы, вроде меня, это будущее спорта. Я просто хочу быть лучшим. Мне не важно, что понадобится для этого. Ты должен быть полон воли и готов к жертвам. И я соблюдаю оба этих условия. Я надрываю свое тело, и я пожертвовал многое в жизни, чтобы стать лучшим в чем-то. Уверенность Фила Дэвиса была подтверждена внутри октагона. Бывший чемпион первого дивизиона NCAA по борьбе Дэвис пробил свою дорогу на сцену ММА с рекордом в 9 побед без поражений. Он изобрел свой собственный отличительный прием. Вау, он только что сделал Муки Муру одной рукой. Он продвигается настолько доминирующе, что уже долгое время считается неминуемой угрозой для пояса полутяжелого дивизиона. И последняя победа Дэвиса над бывшим претендентом на пояс продвинула его еще дальше. Большая победа для Фила Дэвиса. С 2009 года Фил Дэвис тренируется здесь, в Alliance MMA, который превратился в один из сильнейших домов Мэй, эволюция которой обусловлена и восхождением самого Дэвиса. Я предельно догматичный в своем подходе к тренировкам и в своем желании продолжать драться и продолжать побеждать. Если посмотреть, где сейчас находится этот спорт, он и есть тот самый суперспортсмен. Он тот самый парень, которому даешь технику, и он будет отрабатывать ее до тех пор, пока не доведет ее до совершенствования, и владеет ей полностью, чтобы использовать ее в своем следующем бое. Выше для него только небо. Последнюю минуту к лагерю Дэвиса присоединяется никто иной, как Александр Густавсон. Александр Густавсон, мы достаточно близки, мы приятели. Он также близок мне, как и любой из моих хороших друзей. Несмотря на то, что он живет в Стокгольме, Густавсон пролетел 8 тысяч километров, чтобы потренироваться с единственным человеком, который когда-либо побеждал его досрочно. Досрочка, которая сковала продолжительную дружбу. Почти сразу после того, как мы подрались на UFC 112, он выглядел достаточно простым парнем, и он был очень расстроен. Так что я подошел к нему, сказал, что это был отличный бой, и он был спокоен. Мы начали разговаривать, и через 10 минут мы решили полететь в Америку и потренироваться вместе. Вот так просто. После боя я ненадолго останусь в Стокгольме, так что покажешь мне там все. Конечно, братишка. Это просто прекрасные отношения. У тебя отлично получается, мужик. Спасибо. Для Дэвиса и оставшейся части команды Alliance дух соревнований живет и вне зала. Бои — это то, что не каждый обычный человек сделает в своей профессии. Мы делаем это, потому что нам нравится побеждать. Так что, если мы пойдем и решим покататься на картах, то это будет не просто гонка, это будет для нас что-то значить. Просто мы такие люди. Это все. 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 Не так много людей могут прийти в зал и побить меня, потому что я достаточно большой парень. Но теперь мы соревнуемся в чем-то другом, и даже маленькие ребята могут выбить меня. Когда мы находимся вне зала, каждый из нас может показать свою индивидуальность. Каждый может быть самим собой, и это интересно. Вот о чем я говорю. Кто взял первое место? О, мне нужен перерыв. Это как соревнование с парнями, с которыми ты обычно не соревнуешься. Вам нужно починить ваши часы. На расстоянии одного штата соперника Дэвиса можно заметить за другой формой приключений. Мы в бокс-каньоне в Аризоне, Нью-Флоренс. Я нахожусь в зале всю неделю, это буквально все, что я вижу. Это вырывает тебя из твоей обыденной рутины, из твоей обычной зоны. Это немного снимает давление, помогает подумать о чем-нибудь другом. Я не думаю о бою, я не думаю о подготовке, чем я займусь завтра. Все это не важно в этот момент. Карьера Райана Бейдера, бывшего победителя Ultimate Fighter, началась с 12 впечатляющих побед подряд, которые быстро поставили его в гонку за титул перед тем, как Джон Джонс в том же статусе сверг его с этого пути в 2012. Тем не менее, за последние три года элитный борец и сногсшибательный нокаутер добыл, возможно, еще более впечатляющие победы, которые укрепили его репутацию одного из самых захватывающих бойцов. Если он сможет добавить к своему списку из трех побед подряд еще одну над Дэвисом, он снова станет очень близко к титульному поединку. Там, где, как считает сам Бейдер, и есть его место. На этом этапе моей карьеры я одновременно и доволен, и недоволен своим положением. Я счастлив тем, что я занимаюсь любимым делом, выступая в лучшей организации мира. Я недоволен, потому что знаю свой потенциал. Я знаю, что я вхожу в самую верхушку нашего дивизиона. Топ-5, топ-3, чемпион. Я должен доказать, что мое место там, всем остальным и в первую очередь самому себе. У меня три победы подряд, и все они были добыты по-иному. Я просто иду, отрабатываю то, что мне необходимо делать в этом бою. Можно сказать, я считаю себя полноценным членом команды Райана. Главной задачей является его поднятая рука в конце каждого боя. Больше всего я говорю ему об отдыхе, типа взять выходной или отдохнуть в уикенд. Так что я больше времени трачу на то, чтобы притормаживать его, нежели заставлять работать. Думаю, самая важная вещь в карьере является правильное окружение людей. Я чувствовал, что мне необходимо добавить новые навыки в свой арсенал. Я всегда обладал этими навыками, просто я еще не показал их, или просто не дал им высвободиться. Так что я хочу сделать это в данном бою, записав себе четвертую победу подряд, но также я хочу показать зрелищный бой и закончить его досрочно. После выпуска из Университета штата Аризоны, слава сформировавшегося борца Райана Бейдера как бойца UFC успешно росла. То же самое происходило и с его семьей. Я думаю, что я все еще сравнительно молод для этого спорта, мне 31 год, но одно большое событие, которое изменило меня, это появившаяся семья. Будешь хорошим мальчиком? Я плохой мальчик. Будешь плохим мальчиком? Что ж, это не очень хорошо. Они дают мне еще больше мотивации, они заставляют меня продолжать, когда я стою в зале. Бум, все, погнали. Я смотрю на других бойцов, и их дети для них, это просто то, что им нужно было сделать. Они завели детей просто потому, что так надо. А он... Он просто невероятный. Он самый лучший отец. Его дети для него на первом месте. Ничего в жизни не может быть важнее, чем дети. Когда я здесь, я знаю, что я все делаю правильно. Смотри, мама держит ребенка. Видишь детеныша? О, боженьки мои! Разве это не прикольно? Для меня это идти туда, выкладываться на полную во всем, что я делаю. Вот что характеризует меня. Будь то семья, тренировки или бой. Я настраиваю свой разум и сердце на это. Я выкладываюсь на все 100%. Я даю все свое внимание, всего себя. Это все, что мне нужно. Я достиг много целей в своей карьере борца и спортсмена. Но я не добился своих целей как боец UFC. Я не хочу быть обычным парнем из первой десятки. Я хочу быть чемпионом. Хочу держать этот пояс. Хочу защищать этот пояс. Для меня это просто вырубать парней, которые встают у меня на пути. Вот что тебе нужно делать в этом спорте. Нельзя заглядывать далеко в будущее. Нужно сфокусироваться на моменте «здесь и сейчас», и тогда все уладится само собой. Для Райана Бейдера «здесь и сейчас» значит тренироваться 6 дней в неделю. Зачастую по 2-3 раза в день, так как он хочет показать, что он достоин титульного поединка. В полутяжелой весовой категории я чувствую, что я один из лучших. Чувствую, что я претендент. Мне просто нужно казать это и доказать это в предстоящем бою. Я все еще не раскрыл свой настоящий потенциал внутри октагона. Теперь я должен доказать, что я заслуженный претендент, и то, что я иду за этим поясом. Прямо сейчас у меня на пути стоит один парень. Мне нужно побить Фила Дэвиса. Смотря на наш матч-ап, я вижу, что мы достаточно схожие бойцы. У нас примерно одинаковый стиль. Мы оба борцы, выходцы из борцовских школ. 24 января я собираюсь давить на Фила Дэвиса. Я заставлю его почувствовать, что он не хочет быть там. Буду осыпать его жесткими ударами руками, ногами, коленями и локтями. Угрожать тейкдауном и отправлю его в нокаут. Пока Бейдер готовится к досрочной победе, в 300 милях на запад от него Фил Дэвис на пути к созданию стратегии вместе с одним из самых острых умов ММА Домиником Крузом. У Доминика отличный взгляд на геймплан. Он разбирает бои последние несколько лет на Фоксе. Он тренируется с парнями уже много лет и видит, что переносится из тренировок в настоящий бой. У него есть отличные идеи, которые подскажут, что им нужно делать. Слова Круза подкрепляются дополнительным весом золота. Бывший чемпион Бантам Вейта и нынешний топовый претендент присоединяется к Дэвису за просмотром последнего боя Бейдера. Что в первую очередь самое важное в разборе боя, это то, что сам Фил думает о своем сопернике. И после уже обрисовываются картины соперника, мы начинаем разбирать то, что они думают непосредственно о себе самих. С этого и начнем. Одна вещь, которая мне нравится в Бейдере, это то, что он действительно хорошо показывает свои ударки. То, как он показывает свой проход две ноги. Он может зарядить свой апперкот, оверхенд и левый хук, и все они будут выглядеть так, как будто он собирается пройти в ноги. Я думаю, Фил может подгадывать свои тейкдауны и проводить их намного чаще, чем Бейдер. Вы, парни, делитесь настолько одинаково в этом плане. Я думаю, Фил доставит Бейдеру большие неприятности, потому что у него в арсенале есть отличные хай-кики и пуш-кики. В последующую неделю тренировочного лагеря Дэвис прислушался к советам Круза. В тренировках с Александром Густавсоном они достигают общую цель в доминировании на грядущем UFC Fight Night. Алекс великолепный боксер, а я хороший борец. Когда мы деремся, перед нами открывается огромное пространство перспективных знаний, которым мы можем поделиться. И он будет избивать меня всем, чем только может. Фил дрался с Энтони, так что мы говорим об Энтони и о предстоящих поединках. Также о боях, которые будут у Фила против Бейдера, так что мы подбираем идеи и тактики. Пока я становлюсь лучше против великолепных парней на тренировках, у меня появляется больше уверенности, когда я выхожу на бой. За время своей впечатляющей карьеры Дэвис еще не заслужил титульный бой, и очень скоро это может измениться. Мне не важно, что потребуется для того, чтобы добиться этого. Я просто хочу быть лучшим. У Фила лучше сабмишин, у Фила лучше кикбоксинг. В целом, по всем аспектам, Фил опаснее для Бейдера, чем Бейдер для Фила. Я покажу ему настоящего ударника. Я докажу, что я лучший его в стойке. Я лучший грэпплер, который когда-либо видел полутяжелую дивизион UFC. Вот так все просто. Я мог бы написать книгу на самом деле, у меня просто нет на это времени. Я слишком занят боями. Сейчас все идет очень хорошо. Он в топ-5 дивизион, и он покажет, на что способен. Я готов показать всем, что это я следующий в очереди на титул. Основная цель — это стать чемпионом. В то время как UFC Fight Night приближается, тренировочные лагеря по всему миру подходят к своему логическому заключению. Шведская звезда Александр Густавсон возвращается в Стокгольм, готовый увидеть победу. Моей мотивацией является стать чемпионом мира. Чем сложнее бой, тем больше вызов. Вот что мотивирует меня. ММА — это спорт опыта. Чем больше опыта у тебя есть, тем ты лучше. Я не думаю, что мне нужно доказывать что-то кому-то. Я хочу доказать это самому себе. Я хочу выйти туда и показать великолепный бой. Тот, который я знаю, что могу показать. Я могу быть крайне неуловимым. По мне сложно попасть. Я тактик. Я сделаю правильный ход в нужный момент. Я просто хочу драться. Я хочу нокаутировать его вместо того, чтобы просто достать победу. Когда ты действительно хочешь драться, результаты не заставят себя ждать. Определенно у меня больше мощи, чем у него. Надеюсь, у меня получится попасть своей правой или левым хуком, чтобы просто нокаутировать его. Если же нет, я просто повалю его и выбью из него все дерьмо. 24 января я собираюсь давить на Фила Дэвиса, угрожать тейкдауном и отправлю его в нокаут. Я готов показать всем, что это я, следующий в очереди на титул. Побить Алекса в Стокгольме, это просто потрясающая цель для меня. Это будет крайне волнующе, потому что, можно сказать, мы будем драться на его заднем дворе. Что бы ни произошло, когда я выйду на бой, на глазах у 30 тысяч зрителей, это будет отличный день для меня. Все, что я знаю, так это то, что моя рука будет поднята 24 января. Это будет поворотный момент моей карьеры. Это будет очень яркий бой от первого и до пятого раунда. Это будет бой года. 24 января на стадионе полным фанатов и в прямом эфире на Фоксе. Их мечты о чемпионстве будут зависеть от поединков за закрытой дверью Октагона. И начнется величайшее событие UFC в Европе.